Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Еще раз благодарю Бога за то, что с восходом солнца обновляется милость и обновляется у нас возможность быть на связи с небом, быть открытыми для Божьей работы, а значит для преображения. Потому что Господь к чему прикасается, то преображается, то становится крепче, сильнее, целостней, то становится исцеленным, наполненным. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами были всегда под пристальным вниманием небес. Но есть критерии, по которым Господь обращает свое внимание на людей, что Он взвешивает сердца и души, и Он говорит, вот на кого я презрена, смиренного и сокрушенного духом передо мной. То есть, когда человек не пытается показать, что у него все хорошо, а приходит такой, как есть, и говорит, Господь, мне нужна здесь Твоя сила, мне нужна Твоя помощь, мне нужно Твое благоволение. И поэтому я хочу, чтобы мы именно с такой позиции начали свой день сегодня. И то, что мы с вами читаем дальше, уже 32 стих послания к евреям. И еще что скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать. И там есть перечисления героев, о которых мы с вами и поговорим. Но я хочу сказать, что послание к евреям, когда я говорю автор послания, почему я не говорю, что это апостол Павел? Потому что у авторства этого послания есть несколько вопросов у тех, кто рассматривает Библию в ее авторстве. То в данном случае есть некоторые аргументы в пользу того, что это апостол Павел написал, но есть и аргументы, что это написал кто-то другой. И даже склоняются многие, что написал это Аполлос. Но, по крайней мере, для нас сейчас важен не человеческий фактор, а Божье помазание в этом. И поэтому, как раз говоря об этом послании, я хочу, чтобы мы поняли, что евреи – это народ, у которого был хороший уже такой момент основания, когда они могли строить свою веру из поколений. И потому, когда здесь автор послания обращается к тем событиям, которые были в жизни евреев очень известны и знакомы, более того, они до сих пор не говорят, что это было тогда и там, что это было с кем-то, а они до сих пор говорят – это было с нами. То есть вот этому можно поучиться у евреев, друзья, когда они всякую ситуацию в жизни рассматривают через призму – это было с нами. Я хочу, чтобы мы также себя причисляли к Божьему народу. И тогда, когда мы можем сегодня сказать, Господь – это не просто герои, о которых здесь идет речь, а это было с нами. Это было с предыдущими поколениями, но для нас это имеет сегодня большое значение, потому что верой побеждали царство, верой могли открывать двери, верой море раздвигали, верой могли пробираться куда-то в какие-то стан врага. Слава Богу за то, что мы сейчас можем поговорить с вами о Гедеоне или, по крайней мере, начать, потому что не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне. Гедеон – это особый герой, о котором мы сегодня просто назовем его как человек, который жил, в общем-то, в состоянии страхов, страхов перед врагами, моавитянами, и поэтому ему, в общем-то, как и казалось, у него веры нет. Может быть, и сегодня у тебя в твоем сердце есть только хорошая маскировка, когда ты можешь спрятаться от врага, когда ты можешь закрыться в своей келье, когда ты можешь там себя безопасно ощущать, а вот тогда, когда выходишь, у тебя нет этого чувства безопасности, а наоборот есть какие-то очень большие ожидания, скорее вернуться домой и опять спрятаться. Может быть. Так вот, каким был Гедеон и как его Бог увидел в таком состоянии, об этом мы поговорим уже в следующий раз. Я хочу, чтобы ты сегодня мог для себя сделать анализ, а кем я себя ощущаю по жизни, где у меня есть сферы, в которых я как рыба в воде, а где есть сферы, в которых я прячусь и боюсь туда сам-то заглянуть, не только людей пустить. Поэтому поговорим с вами о Гедеоне для того, чтобы нам и эти сферы выпустить на свободу. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть сегодня возможность говорить и о победах, говорить и об опасностях, говорить и о тех грехах, которые удерживали в чем-то жизнь и судьба людей, не давая им войти в свое призвание. Но ты знаешь, как менять статус один на другой, когда репутация гнилая и старая или малодушная вдруг превращается в платформу для побед, тогда, когда ты туда приходишь своей властью. Я благодарю тебя, что у нас есть сегодня это право и возможность тебе поклоняться, тебя звать на территорию собственной жизни и в эти тайники сердца, где ты хочешь навести порядок. Наводи, Господь, и выводи нас на пространное место, чтобы быть авторами твоих посланий, твоих книг жизни на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»